Продолжая разбирать вопрос кармы, мне хочется поговорить о дуальности. У нас все делится на, грубо говоря, да-нет, один-ноль и хорошо-плохо. Вот как я понимаю, наши дела, карма переводится как действия, наши действия, наши дела, также должны трактоваться как хорошо-плохо, хорошо сделал, плюс, плохо сделал, минус. Можно это как угодно воспринимать, повышение вибраций, понижение вибраций, каких-то уровней какого-то, ты стремишься к Богу или ты наоборот стремишься к какой-то неживой материи и так далее. Ну, якобы, якобы. Все здесь, все здесь с пометкой «якобы», прям вот такой вот звездочкой к каждому слову можно подписать. Но не все действия можно трактовать однозначно, как мне кажется. Я даже более скажу, не не все, а ни одно вообще действие, какое только можно вообразить, невозможно трактовать однозначно. Точно мы делаем добро или точно вот в этом случае мы делаем зло. Вот ни одно действие невозможно. Потому что даже, ладно, не буду забегать вперед, начну с малого. Начну с малого. Когда ребеночек, например, рождается, чистая душа такая, хорошая вся. И с чем он сталкивается? С какими-то ограничениями. Вот он что-то хочет, хочу я. Родитель ему говорит «нельзя», а то и по попке ему шлепает. Да. Зачем? Ну, с точки зрения ребенка, там, родитель плохой, не дает мне, там, чего-то там. А с точки зрения родителя, я спасаю своего ребенка, чтобы он нахрен не засунул провода в розетку, его током не убило. Ну, просто обычная распространенная ситуация с проводами. И там масса можно придумать каких-то примеров, когда ребенок что-то хочет, а ему родители запрещают, исходя из одного единственного соображения выживания. Ты должен выжить, мать твою, а не сдохнуть прямо сейчас. Поэтому я тебе все запрещаю. Добро? Да, конечно, добро с точки зрения родителя. А с точки зрения ребенка, хрен его знает, мне не дают жить, как я хочу. Ну, пока, конечно, он не оперирует такими сложными понятиями «жить хочу свобода», а просто думает «вот хочу, а мне не дают». И что он делает? Испытывает он при этом негативную эмоцию, такую же честную, чистую. Какую ты, например, будешь испытывать, когда тебя за пересечение сплошной линии поймает сотрудник ГИБДД и тут на тебе, а ты там спешил, тебе так надо, ты одним колесом всего лишь заехал. Ах, ты подлец, ты же все понимаешь, ты с меня хочешь взятку 10, 20, 30 тысяч, а может быть ты просто так, вот тебе бабы тебе не дают, сегодня жена не дала, и поэтому ты хочешь меня штрафовать, отомстить мне хочешь за свои неудачи в жизни. И вы в этот момент чувствуете те же самые негативные, честные, чистые эмоции негативные в сторону вот этого человека, другого. Да? Где здесь объективность? Где объективность? Я ее не вижу. Я хочу поблагодарить людей, которые помогают финансово моему каналу. Неизвестный человек из Т-банк. Там не было подписано, поэтому не могу назвать фамилии и имя. Виталий Александрович Т, большое спасибо. Антон Сергеевич В, большое спасибо. Я полностью с вами согласен. Потому что, когда вы испытываете негативные эмоции, ну там уровня, например, боль, можно, как, засчитать в минус тому человеку, который вам эти эмоции приносит. Но правильно же? В минус. Вы же искренне их чувствуете. А значит, вас обидели, вам сделали больно. А значит, все вернется, закон бумеранга, ах ты, сука, тебе будет плохо. Ты можешь даже так не думать, там не проклинать, но типа у нас же есть тут вселенский закон бумеранга. И якобы, напоминаю, потому что лично я ни в чем не уверен. И мы думаем, вот, ему там вернется. Или не думаем, а как бы по карме. Ему там должно вернуться. Но почему должно вернуться, например, стоматологу, который тебе искренне хочет помочь? Или, может быть, это у него просто работа такая. Но где-то он тебе делает больно. По своей работе. Не специально. А ты раз и к нему негатив испытываешь. Ну, хорошо, вы скажете, ну, какой здравый человек испытывает негатив к стоматологу? Мы же понимаем, сам пришел к нему. Хорошо. Но это уже у нас тут осознанность играет. У нас не везде она играет. И не у всех. А вот, например, я помню, что я был когда маленький, я очень боялся уколов в попу. И, как все дети, я болел, мне приходили делать уколы. Я помню, когда приходила эта женщина делать уколы, и я ей говорил, вы плохая женщина. Вот так вот. Года три мне было. Я ей говорил, что вы плохая женщина. Понимаете? Искренне испытывая вот это самое. Вот, ну, понятно уже, да, к чему я здесь все веду. Как нам распознать, где плюс, а где минус? Даже в собственных действиях. В собственных. Столько можно придумать добрых дел, которые повернутся таким образом, что после этих добрых дел одни трупы останутся. И наоборот. Делаешь какую-нибудь гадость-пакость, а оказывается это потом великое добро ты совершил. Так все со временем развернулось. Вот это эффект бабочки тот самый. Когда ты что-то раз здесь сделал, а оно потом, 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 и там вылилось в цунами. Или наоборот. Ты здесь сделал, а оно потом вылилось в такое благо, в такое здорово. Да, вот представим. Вот просто фантазийно представляю какого-то жутчайшего маньяка. Никто поймать не может его. Убивает младенцев, беззащитных. Ай, какой сволочь. И это в начале, то есть в конце 19 века такой жил. Такой жил в параллельной вселенной. Рассказываю не про эту вселенную. Просто фантазийно. И вот он, значит, убивает некого Адольфа Шекельгрубера, который вот только-только родился. Маленький, маленький розовый, прекрасный младенчик. И вот взял его, взял его, значит, этот маньяк, этот серийный убийца, которого никто поймать не может, потому что не знаю даже его внешность. Вот он раз и убил этого, убил беззащитного, прекрасного розовенького младенца Адольфа Шекельгрубера, если я правильно произношу его фамилию при рождении, то бишь Гитлера. Опа! И уже нам кажется, ни хрена себе, какой же это маньяк, спаситель человечества, здорово. Десятки миллионов жизней спасены. Ну, якобы, якобы. Мы же как бы, если уже знаем, мы прожили эту историю и думаем, что, а если бы вот его не было, вот этого персонажа, тогда и не было бы какого-то жуткого куска истории со смертями, с войнами и так далее. Вот, нам так кажется. Нам так кажется. Но нам ведь в виде кармы и представляют некий взгляд в перспективу. Нам предлагают. Ты подумай, вот что ты делаешь. А как ты можешь подумать, если ты не знаешь, к чему это приведет? Может твои действия приведут к хорошему или к плохому, а ты их не знаешь, не ведаешь, потому что ты не знаешь будущего. Как оно там течет, куда? И как мы уже, как мы уже до этого и объяснял, нам скажут, нет, здесь важно намерение, доброе намерение, значит, делаешь добро. Ну так я сейчас с добрым абсолютно намерением могу что-то сделать, а кому-то это покажется жуткой гадостью вообще. Ах, как же ты мне западлил. Даже вот высадка деревьев, казалось бы, да, вот добро добрее некуда. А кому-то это выросшее дерево загораживает, там, например, закат, который человек раньше видел и им наслаждался. Ну, к примеру, да, из своего окна. Просто такой легкий пример. Не какого-то страшного зла, а такой вот мелочи. Как абсолютное добро в виде посадки дерева кому-то может и помешать. И так же могут помешать абсолютно любые разные, какие только я вот пытался придумать какое-то действие, которое нельзя было бы трактовать по-разному и которое не было бы по-разному воспринято с учетом какой-то временной перспективы. Вот не смог я. Все можно везде обратить. И рождение ребенка можно обратить. Там неизвестно, кто вырастет, кем он вырастет и вообще. Да и вообще нахрен его рожать. Посмотрите на индусов. Просто вот вы посмотрите на них и ответьте на вопрос, зачем их рожать? Эти миллиарды. Чтобы, блядь, что? Перелопатить планету, пережрать ее, обосрать ее и цыган туда же. Да? Вот. Чтобы что? Вот и все. Вот и рождение, как там у нас любят. Очень любят у нас. Ой, рождение, это чудо. Блядь, какое чудо нахуй. Самый пиздец у нас здесь происходит с этими рождениями. Ну, это, по моему мнению, как говорится, имха. Вот такое еще маленькое дополнение. Я хотел, я пытаюсь сильно не удлинять ролики, пытаюсь сделать их более компактными. Появилась какая-то короткая мысль. Ее и проще обсудить. Потому что, когда очень много в ролике что-то там непонятно на что тут отвечать. А здесь вот такую я предлагаю концепцию. Того, что мы не можем знать свою карму, потому что мы не наши действия. Даже если они абсолютно наши действия, не прописаны, нет никакой судьбы, а вот я волен делать, что хочу, к примеру, даже к примеру, так возьмем за аксиому. И в этом случае мне непонятно, а хороших дел я надел или плохих я надел. Все, все потом, потом, потом только это выяснится. Вот такие дела, в такой реальности мы живем. Субтитры сделал DimaTorzok